Привет! Сегодня мы с тобой посмотрим и разберем очередной трейлер Мира Магии в Sims 4. Он вышел буквально минут 20 назад, но, к сожалению, был с английской озвучкой и русскими субтитрами. Поэтому я решила его переозвучить, чтобы нам с тобой было удобнее смотреть. Предлагаю сейчас его глянуть, а потом перейдем уже к обсуждению. Ну что, ты готов? Я готов? Погнали! Так, где у нас тут мышка? Мышка вот моя. Ты ее сейчас наверняка видишь. Ну что, звук выставлен, надеюсь, будет не очень громко. Поехали! Добро пожаловать в мир магии! Вы нашли портал в этот мир, но это лишь самое начало. Волшебный круговорот разрывает мир магии на части. Что может его спасти? Лишь равновесие между тремя волшебными домами. В каждом доме есть свой мудрец, знаток уникального стиля. Меня зовут Морген, и я мудрец неукоротимой магии. Вы заслуживаете мой дар. Сбросьте старую личину и возродитесь! Станьте чародеем! Вам придется учиться и тренироваться, если вы хотите стать великим чародеем. Все, что вы знаете, записано в вашей книге заклинаний. В частности, заклинания зелий четырех школ магии. Выберите свой стиль или восстановите равновесие и освоите их все. Практическая магия упрощает то, с чем раньше были сложности. Зачем ходить, если можно телепортироваться? Если вы жаждете славы, выучите заклинания неукоротимых. Или, может, вы хотите стать лиходеем? В школе проказ вы научитесь насмехаться над другими. Какими бы ни были ваши заклинания, остерегайтесь студентов школы алхимии. Зелия могут наделить чародея сверхъестественными способностями. Или даже снять наложенные проклятия. Кстати, о проклятиях. Они существуют. И вы точно не хотите опробовать их на себе. Набравшись опыта, вы повысите свой уровень и получите очки таланта. Эти очки можно обменять на бонусы для чародеев. Они дают определенные преимущества. Раскрыть потенциал ваших новых сил можно множеством способов. А мы посмотрим, как вы ими распорядитесь. Знаешь, все равно как-то непривычно смотреть трейлер со своей озвучкой. Но 10 сентября он ПК и МАК. Ну, в смысле, Realm of Magic выйдет на компьютеры с сентября 10... 10 сентября, в общем. И на консоли он выйдет только в октябре 15-го. Сейчас мы с тобой посмотрели трейлер уже, собственно, самого геймплея. Если до этого нам просто показывали мир магии, какой он красивый и необычный, то сейчас мы, в принципе, посмотрели и увидели то, что мы сможем увидеть вот 10 сентября. Ну что, я предлагаю начать, наверное, с самого начала. И, кстати, тут есть несколько интересных моментов, которые я бы хотела отметить. Итак, поехали. Ну, значит, у нас будет два городка. Мне ребята в прошлом... под прошлым разбором трейлера подсказали. И, в принципе, я и так потом это прочитала. У нас будет два городка. Один обычный, то есть где живут наши персонажи. А второй вот такой вот красивый, где летают вот такие вот острова. И, знаешь, выглядят они очень круто. Перемещаться мы туда сможем, понятное дело, что с помощью порталов. Ну, не зря нам их показывали. Итак, девушка переместилась и попадает вот в такой вот необычный мир. То есть у нас тут полная какая-то разруха, и нужно что-то с этим делать. Итак, давай смотреть. Ну, вообще, глаза разбегаются. Честно тебе хочу сказать, глаза разбегаются. Уже так интересно на это все посмотреть. Но, что меня, конечно, порадовало, что у нас тут будут различные дома. Ну, я же тебе говорю, куча отсылок к Ховардсу. Гарри Поттер, наше все. Для всех фанатов Гарри Поттера, я так понимаю, что это будет просто самый любимый, наверное, доп. Мы будем все время только заигрываться с этим допом. И да, я очень надеюсь, что с ним получится возродить проект с Фейт, с нашими ведьмами, вампирами, оборотнями и прочим. Итак, вот такие у нас достаточно интересные персонажи. Я так понимаю, что они у нас представители разных домов. И да, многие в комментариях писали, что, скорее всего, это девушка, но это парень. Я же изначально говорила, что это будет парень. Ну, в принципе, и так понятно, что это был парень. И он у нас, получается, сейчас нашу главную героиню, которая у нас является главным героем в этом трейлере, делает магом. Вот этот момент, честно говоря, мне будет очень интересно посмотреть. То есть, мы должны попасть в школу, чтобы с нами что-то там сотворили магическое. Или, может быть, у нас будут какие-то альтернативы. Вот, например, как с русалками. Нам может принести дельфин, мы можем пойти в пещеру, может быть, и тут, допустим, мы выпьем какое-то зелье. Ну, я же говорю, это все пока что просто предположение. Может быть, у нас будет что-нибудь такое вот интересное. Вообще, было бы здорово, если бы у нас был, допустим, вот как в Гарри Поттере какой-то, ну, не то чтобы рандом, но может быть, вот, кстати, смотри. Если у нас маг женится на обычной барышне, у них ребенок будет маг или же все-таки обычный? То есть, может быть, это будет, опять-таки, как в Гарри Поттере, либо полукровка, либо не полукровка, либо чистокровный маг. Но это все посмотрим. Вообще, уже не терпится, уже так хочется поиграть. И, как ты видишь, ну, наряды у нас абсолютно новые. То есть, у нас у парнишки такой вот симпатичный костюмчик у барышни. Хотя, опять-таки, я не все, к сожалению, костюмы помню. О, мне вот это нравится, вот эти всякие зимы над этими, над котлами. Всякие сушеные травки будут висеть. Это, конечно, атмосферность плюс тысячи. И, кстати, мне писали по поводу перестройки дома зачарованных, ну, в связи с выходом новых лестниц. Может быть, кстати, можно было бы и с ними какой-нибудь интересный проект придумать. Посмотри на этот камин. Вообще, мебель сделана очень классно и очень атмосферно. Ну, по крайней мере, то, что мы сейчас видим в трейлере. Но, опять-таки, многие писали, что, мол, нам нужно что-то более реалистичное. Дайте нам университет. Но это я опять повторяю то, что было в комментариях под прошлым разбором. Мне же магия очень нравится. Поэтому я, как фанат магии, просто в восторге. Мне очень нравятся вот эти вот красивые локации, где мы будем тренироваться. И, как ты видишь, у нас будут различные, скажем так, заклинания. Можно будет изучать. То есть, левитация, какие-то превращения. Можно на других симов как-то подействовать. Ой, смотри, какая милая кукла Вуду. Такая симпатичная. Ну, кровати с балдахинами. Я помню, в Гарри Поттере в фильме их спальни, когда Амелькам показывали, это просто была мечта детства, побывать в таком вот месте. Значит, у нас у каждого будут свои книги заклинаний. То есть, это сразу же у меня воспоминания о зачарованных. Помнишь, у них там была книга, где они всякие вот эти все свои заклинания записывали? То есть, здесь мы тоже в этой книге будем держать свои все заклинания. И вот у нас на фоне полной луны происходит сражение прямо напротив этого портала. Можно будет вообще Гарри Поттера разыграть там какие-то сцены, ты представляешь? И получается, у нас будет сначала супер стоп-кадр, просто топовый. Значит, у нас сначала будут тренировки, то есть, мы будем тренироваться, но с каждым разом будем становиться все лучше и лучше. Значит, то, что я говорила, книга заклинаний Грейс Ананси. И вот справа у нас школы магии. У нас есть практическая магия, проказливая магия, неукротимая магия и алхимия. Ну, то есть, ты можешь выбрать, что ты хочешь делать. Ты можешь быть лиходеем, ты можешь алхимией заняться. Алхимию будет очень интересно глянуть. Ну что, поехали дальше. Значит, что у нас тут еще будет интересненько? Вот эти всякие наши будут заполняться, в зависимости от того, что ты будешь выбирать, у тебя будут заполняться, скажем так, те или иные, наверное, мне кажется, вот эти, грубо говоря, факультеты, в зависимости от того, что ты будешь, например, использовать у себя во время своей магии. Вот смотри, у нас какая-то грустная рожца, то есть, наверное, мы можем какого-нибудь Сима сделать грустным. Так, Delirate, что-то типа, а, вот смотри, видишь, над головой крутится какая-то штука, то есть, может быть, наш Сим будет вспомнить. Это у нас у вампиров была такая фишка, чтобы наш Сим ходил такой, как будто бы у него голова идет кругом. Так, потом Furyo, гнев, то есть, наверное, наш Сим становится очень такой вот разъяренный и со всеми ругается. Сердечки, Infatriate, ну, мне кажется, что это, скорее всего, что-то там, сумасшедшая какая-нибудь любовь появится у нас. Barglade, ну, скорее всего, человечек, который убегает с каким-то мешком, по-моему, там, симолеончик нарисован, наверное, возможность что-то украсть, то есть, может быть, мы сможем воровать какие-то предметы, которые, ну, так, знаешь, вот так вот, чтобы никто не видел. Так, потом Morphate, это, скорее всего, что-то связанное со сном, то есть, может быть, мы можем персонажа какого-то погрузить в сон. И... Strangify, стрэнджифай, тьфу ты, стрэнджифай. Значит, everyone around him may appear repulsive. Ага, то есть, все вокруг нашего Сима станет каким-то отвратительным. Ух ты, вот ты представляешь, что нам придумали разработчики. Значит, как видишь, первое, допустим, заклинание наш Сим еще не знает, Inferniate, я даже не знаю, что это вообще может быть. Zip-Zip мы видели в ролике, мы его сейчас, наверное, еще раз увидим, связанное с электричеством, то есть, мы, наверное, можем сделать нашего Сима ошалевшим. Так, Necrocall, ух ты, это мы сможем призывать мертвых? Да ладно, вот это обалдеть! Chileon, наверное, можем кого-нибудь заморозить. Потом Minionize, мы можем контролировать другого Сима. Обалдеть! Dedesify, это, наверное, как-то может сделать какого-то Сима или себя, или Сима бессмертным. Decursify, ну и, мне кажется, это снятие, скорее всего, какого-то проклятия. То есть, то, что нам, опять-таки, в трейлере показывали, что вас могут проклясти, на вас могут наложить проклятие, и тогда придется что-то с этим делать. Поехали дальше. Значит, у нас вот, алхимия, то, что было бы очень интересно посмотреть. Значит, Potion of Good Fortune, зелье удачи, я сразу вспоминаю Гарри Поттера. Potion of Plentiful Needs, так, ну, понятное дело, чтобы заполнить все свои потребности. Potion of Nosey, о, тошнота, по-моему, да? О, ужас какой, то есть, какого-то Сима, наверное, будет тошнить очень сильно. Potion of the Nimble Mind, пытливый ум, но, честно говоря, даже не знаю, как это будет реализовано, видишь, у нас там знаки-вопросы. Magical Aura, волшебная аура. Это, наверное, возможность, чтобы ты мог увидеть, с каким магом ты встретился, то есть, каким-то злым, добрым. Также у нас есть Potion of Alluring Aura, аура неотразимости, и Potion of Emotional Stability, то есть, зелье, которое нам придает спокойствие, я так понимаю. Чапаем дальше. И у нас Practical Magic, практическая магия. Значит, это то, что мы можем, например, каждый день использовать. Репарио, реперио. У нас это было, там, почему, в 74? Гарри Поттере. Значит, можно что-то починить. Scruberio, это, наверное, все вычистить. Delisioso, там вкусняшки нарисовано, наверное, что-то для готовки, чтобы наши вкусности были еще вкуснее. Floral Aureal, это, скорее всего, что-то для сада. Телетранспортелейт. Это получается этот самый перемещение. Копипасту. Ага, смотри, мы можем какой-то предмет, ну, увеличить численность какого-то небольшого предмета. И Herbio, то есть, мы можем, опять-таки, повлиять на наш сад, на выращивание, например, каких-то там травок или нашего садика. Ну что, поехали дальше, сейчас посмотрим. Значит, тут, видишь, мы что-то сделали, и у нас появляется это заклинание. Вот оно, транспортелейт, перемещение. Также, как ты видишь, мы можем всякие злые шутки играть с нашими знакомыми, нашими врагами. Мы можем, вот, барышню Зип-Зеп, ее опозорили у всех на виду. Кстати, у этого чувака достаточно симпатичная рубашечка такая. Тоже мне напоминают какие-то, как форму, что-то такое. Значит, на барышню наслали заклинание, и все. И она, мало того, что теперь ошалевшая, так еще ее действительно опозорили. Но я так понимаю, что ее скорее не опозорили, а очень-очень сильно разозлили. Отдельно хочу сказать, мне очень нравятся вот эти виды. Вот это все волшебное, оно настолько классно выглядит. Вспомни мирок, который мы открываем, когда проходим через дерево. Ну, вот то же самое, у меня точно такое же ощущение. Мне кажется, что и свет, наверное, там будет немножечко другой. Так, поехали дальше. И вот тут у нас начинаются всякие, скажем так, перепалки между разными школами. Обидел девочку, получай, становись вот таким вот няшным гномиком. Алхимия. Вот это будет, наверное, самое интересное. Мне вообще интересно, будет ли у нас возможность тут делать свои какие-то зелья. Может, что-то смешивать. Там, может, зелье усилить или как-то ослабить. Ну, что-нибудь такое, может быть, у нас получится. И, как ты видишь, наша девушка, она для разных персонажей делает зелье. Может быть, кому-то она делает их в подарок, а кому-то там, кому-нибудь своему врагу она его вручит, и все. Вот эти шарики мне очень нравятся. Получается, они из разных цветов. Мы там видели, по-моему, еще синий, вот такой оранжевый. Мне кажется, это что-то будет типа лампы. Так, вот выдаем мадемуазельке Immortality. Вот, видишь, Potion of Immortality. У нас даже Смерть покупает зелье. Это даже неудивительно. Вот, видишь, дамочка купила зелье, теперь Смерть ее не может забрать. И, конечно же, мы можем снимать проклятие. То есть, может быть, кто-нибудь какое-то проклятие наслал, например, на эту барышню. Судя по тому, что она держится за свой живот, наверное, ее тошнит. У этого чувака какие-то... Подожди, у тебя что, пузырьки какие-то идут из тебя? А, ты промок. И этой барышне явно очень холодно, поэтому нам надо их как-то всех вернуть в нормальный вид. Но если мы... Вот, вот этот кадр меня подтолкнул к мысли о том, что, возможно, мы сможем с тобой как-то что-то смешивать. То есть, у нас не будет, допустим, окончательных финальных каких-то зелий. То есть, не будет какого-то, ну, допустим, прописи для зелия. Она, допустим, что-то смешала и стала вот такой вот зеленой. Надеюсь, она не на всю жизнь станет такой вот зеленой. Значит, что у нас? Ну, это то, что я говорила. Spellcaster Perks. Ну, то есть, наши перки, то есть, то, что мы можем с тобой делать, наша прокачка, как у нас, например, было с теми же вампирами. Ну, и вот, например, с готовкой. Что у нас будет глазик знать, пока неизвестно. Вот тут, наверное, наши какие-то, ну, типа, отрицательные черты. И положите, вот это у нас в дуэлях будут какие-то плюсики, в зельях. Ну, это, конечно, очень здорово, очень хочется это все посмотреть, изучить. И в зависимости, вот, наверное, какой ты себе путь выберешь. Будем смотреть путь добра. Может быть, путь действительно мы каким-нибудь там будем справедливым магом. Или наоборот, захотим захватить все и вся. И вот, мастер-дуэлист. Тоже. Очень интересно глянуть на эти дуэли. Мне кажется, что они будут похожи на сражения вампиров. Помнишь, как у нас два вампира взлетают в воздух, тычь, тычь, тычь. Ну, и самопрокаченный, конечно, становится победителем. Вот тут будет, ого, барышня явно подготовилась к тому, чтобы победить своего конкурента. И теперь, как ты видишь, она напутешествовалась, вернулась домой. И что она видит? Грязь. Везде грязь. Надо с этим что-то сделать. Для этого она себя решила клонировать. Сама решила пойти отдохнуть. Вон, смотри, лежит себе, попивает какой-то коктейльчик. А ее клон убирает, стероид убирает. Но, согласись, это смотрится очень забавно. И вот особенно клон. Слушай, будет интересно глянуть, как вообще этот клон делается. И что он вообще будет, какую работу будет выполнять. Ну, в любом случае, пока что, конечно, все смотрится очень и очень круто. Напоминаю еще раз, 10 сентября мир магии Sims 4 появится на компьютерах. Сможем поиграть, посмотреть обязательно. Обязательно у меня будет ролик. Может быть, я не знаю, стрим или ролик. Я пока еще думаю. Все посмотрим, все изучим. А ты, пожалуйста, напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу мира магии. Все-таки он оправдает наши надежды или же нет. Я очень надеюсь, что оправдает. Будет очень интересно поиграть. А если тебе тоже нравится мир магии, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал. Увидимся уже в новых видео. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok